всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду я регулярно изучаю разные журналы книги по кулинарии в поисках интересных рецептов некоторые из них прямо скажем ставят в тупик но например в испанских журналах очень часто встречаю явный подлог это когда готовое блюдо на фотографии в этом журнале не соответствует тому что написано в рецепте например в рецепте написано сделайте маленькие корзиночки из песочного теста заполнить их начинкой виде сливочного сыра взбитого сахаром украсьте свежей малиной и запекайте 20 минут там при 200 градусов в духовке а на фотографии в готовых корзиночках указаны целенькие свеженькие ягоды как будто только что с куста покажите мне малину которые за 20 минут при 200 градусов в духовке останется цельненькой и свеженькой или вот альбом нарком пищепрома издание 1938 года там каждому рецепту художник нарисовал готовые изделия там колбасы всякие карака такая продукция вот я почти на сто процентов уверен что художник оформитель этого альбома в глаза готовой продукции не видел а рисовал эти картинки в лучшем случае по рассказам тех кто этот альбом составлял но не суть важно видел там не видел черт бы с ним некоторые рецепты очень интересны и вот там я увидел рецепт ливерной колбасы с кроликом уже тогда удивился насколько мне известно кроликов промышленных масштабах в советское время советском союзе не выращивали а тут целый любом нарком пищепрома колбаса ливерная с кроликом сколько кроликов то надо было мне показалось интересным попробовать я сразу же рванул супермаркет купил цельного кролика купил свиную грузинку жирную купил свиную печень вообще-то в рецепте была указана не свиная грудинка а щековина но ее в наличии не было а грудинка жирная было не суть важно приступим кролика надо разделать на средние куски голову отрежу она не понадобится на все остальное разрежу так чтобы в кастрюлю влезла и отправлю вариться без кипения на 2-3 часа в результате нужно чтобы мясо от костей просто сама отваливалась эту кастрюлю уже тоже пора греть мне понадобится кипяток свиную печенку нарезаю пластинами и отправлю промываться под холодной проточной водой пока этот процесс идет займусь грудинкой для начала нужно шкурку удалить она не понадобится из нее можно позже будет приготовить швартенблок который я иногда использую для различных вареных колбас и сарделек сосисок так немножко сало отделю чек рыжу и на сковороду его пусть вытапливается оставшуюся грудинку дарежь небольшими кусочками все кипит отлично отправляем грудинку бланшироваться 15-20 минут при температуре 97 100 градусов замечательно сейчас начищу нарежу лук репчатый его требуется совсем немного 20 граммов на 1 килограмм сырья жир вытопился можно обжаривать доводим до зарумянивания так бланширование грудинки завершилась можно вынимать а теперь при той же самой температуре те же 15-20 минут бланширую печенку а грудинку пока надо студии до 10 до 12 градусов печенка тоже бланшировалась ее тоже стужаем также как грудинку до 10-12 и теперь ждем когда кролик сварится он готов теперь остудить и снять все мясо с костей как видите рецепт совсем не сложный но довольно сильно растянут во времени можно измельчать сначала солье требуется пропустить через мясорубку самой мелкой из имеющихся у вас решеток у меня два с половиной миллиметра вот так а затем добавить соль белый душистый перец растереть в ступке тщательно к фаршу их сюда же обжаренный лук и перемешать до однородности ну более-менее и пробить в кутере в мой измельчитель влезает за раз не больше полу килограмма но влезает больше полу килограмма но только пол килограмма можно за один раз нормально измельчить поэтому я по частям в альбоме нарком пищи промо про жидкость добавляемую ничего не сказано но вот например справочники технолога колбасного производства в рецептах ливерных колбас присутствует бульон там в зависимости от рецепта 10 до 20 процентов к весу сырья так что я добавлю это бульон из-под кролика охладил его конечно вот такая эмульсия получается но и вот так частями все переработаю эмульсия готова осталось только набить оболочку и сварить набивать буду при помощи вот этого китайского колбасного шприца с алиэкспресса обзор на канале был ссылка в описании колбасную оболочку у меня нутрально свиная замочил прохладной воде пару часов назад набивать надо без пузырей но не очень плотно я эту плотность добью потом перевязкой хочу сказать что этот рецепт уж как-то очень больно похож на рецепт испанской белой колбасы бутифары а с другой стороны смотрите этот альбом альбом наркомпища промо был издан в тридцать восьмом году война в испании длилась 36 по 39 и в испании было очень много советских добровольцев отправленных туда вполне возможно что и привезли этот рецепт именно туда когда там наш повоевали с испанцами плечом к плечу против франкистов вполне вероятно что этой колбаской полюбилась и кое-кто мог привести рецептик вот как-то так кстати если вы каким-то образом связаны с колбасным делом или возможно ваши родственники поинтересуйтесь у них насчет ливерных колбас крольчатиной насколько я вам знакомы возможно что и в советском союзе очень активно такие колбасы изготавливались продавались и только я про них ничего не знаю варку колбасы надо проводить при температуре 75 80 градусов в течение 30 40 минут так написано в этом альбоме причем в момент погружения колбасы в воду температура должна быть не ниже 95 ну значит опускаем колбасу в кипяток выдерживаем 5 минут как указано в альбоме после чего ждем минут 35 40 как то так естественно следя за температурой когда колбаса сварится достаем и сразу погружаем ее в холодную воду обязательно добавив льда это опять же требования в альбоме указаны процесс охлаждения должен идти до полного застывания жира в колбасе после чего ее надо убрать в холодильник том же львоме указано что слабо набитые батоны может еще и дополнительно перевязать для уплотнения в момент охлаждения встретимся с вами на пробе она еще тепленькая до конца не остыла можно выдавливать из этой оболочки ее как паштет вы слушайте но это прям очень похоже по консистенции на испанскую бутифару на ливерную ту которую помню из детства я последний раз ливерную колбасу ту которая продавалась магазинную пробовал лет наверно 25 назад не похоже потому что это была более такая пастообразная там наверное жира было больше здесь нам поменьше что касается вкуса ну слушайте это это колбаса очень напоминает один из сортов испанской бутифаре прям вот классная штука единство что вот тот 40 который мне напоминает я пробовал там еще кусочки сала были такие размазанные но крупноватые ведь не очень нравится в колбасах такого типа или знаете что можно еще сравнить это можно на сравнить с печеночным паштетом но здесь на вкус печенки присутствует но очень слабый здесь гораздо больше такой вот кроличьи кроличьего мяса кого ощущается классная штука сушь мне нравится надо готовить не знаю там от бутифары рецепт произошел или он оригинальный разработанный технологами на нарком печи промо но прям классно мне нравится готовьте такую штуку и можно наверное сюда не только белый перец положительную черную чуть побольше мне нравится когда присутствует перец если примут его слегка раздробить чтобы остались так хотя бы половинками таким причиной будет будет вообще здорово готовься класс на этом позвольте с вами прощаться огромное спасибо за компанию за лайки дизлайки за репосты всем пока да и если будете спрашивать почему не использовал сувид для приготовления просто сначала нужно погружать в кипящую воду и только потом ввести уже при температуре 75-80 мой сувид до температуры 95 в жизни когда не разгонит емкость потому что я готовлю в огромной емкость в гастроемкости в кастрюлю вполне все поместилось все все пока